Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Fallout Shelter и продолжаем тренировать наших жителей. Я первую команду отправил уже на задание, можно будет сейчас выполнить это задание. Пришел Кристиан, наконец-то добрался. Вот, и давайте сейчас я быстренько гляну, что там у нас по заданиям. Ланчбокс можем получить, нужно собрать только кучку воды. На разведку тоже можно будет отправить без проблем. Вот это задание я отменяю, мне оно не нравится определенно. Разобраться с 14 происшествиями без проблем. Только не с этим. Хотя, эта комната у нас не улучшенная, можно было бы и разобраться по большому счету, но... Так, тихо, куда ты камера? Ну что, я не клацал тебе сюда. Да ну блин, убегай, убегай быстрее. Как тут попадать тяжело иногда. Так. Я, получается, отсюда двух человек убрал, отправил их на вот эти два генератора. И у нас очень даже неплохо производится энергия. Здесь что-то там... Сколько получается по времени? Меньше 10 минут и там, и там. Очень неплохо. И энергии там производится много, потому что улучшены эти генераторные. Здесь единственное, что мне не нравится, то что нету никого. Сейчас рейдеры, если придут, нужно будет кого-то из вот этих вот ребят отправлять. Тут уже по 9 выносливости, да, у большинства. И когда докачается, через 13 часов докачается. Нескоро. Но, блин, ладно. Давайте... Хорошо. Я, наверное, даже сразу давайте ускорю станцию обработки воды. Все как обычно. Все как всегда. Ладно, первое происшествие, с которым мы разберемся. Давайте пока там горит. Посмотрим, кому и что мы можем заменить. Мы уже меняем обрезы на лазерные пистолеты всем. 6, 8, в принципе... Ой. Можно было бы и оставить пока что. Остальные обрезы мы разбираем, наверное. Машинки. Изолента. Перевратить все хлам. Еще одна изолента. Вентилятор. Хм. Слишком много хлама у нас получается. Слишком, слишком много. А лазерные пистолеты я уже скрафтить скоро не смогу. Потому что на них нужны будильники. Еще один сделаем и все. Потом нужно будет что-то другое придумать. Наверное, потом сделаю комнату по производству одежды. Вместо этой опять же. Потому что я не хочу, чтобы у нас лишняя энергия тратилась. Потому что все равно никто не работает по большому счету. И будем производить, наверное, энергию. Кстати, вот этих двух подруг, я думаю, можно отправить все-таки вот сюда. Это бустанет производство еды. Не то, чтобы нам это нужно было бы, но все же буст будет приятный. Так. Снимаем. А вам одеваем. Это две подруги, у которых уже ловкость в 10 докачалась. Так. Что у нас дальше? Тренируется. Ловкость решил ему поднять. Тоже немного поднял восприятие до 7. Выносливость у него 7. Хочу поднять ему ловкость. Тоже, наверное, где-то до 7. И потом мы его будем тоже отправлять в пустошь. Так. Собрать еще не можем по-прежнему. Давайте, наверное, сразу попродаем барахло. Я хочу этот новый дробашек сейчас кому-то тоже выдать. Так. 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 Это все. Даже обрезы все продаем. Это все абсолютно нам не нужно. Курточки эти оставляем. Хотя мы в любом случае можем собрать уже. Так. Да. И с ним пришла подруга как раз. Ту, которую в прошлой серии. В начале серии я показывал. Давайте мы на нее посмотрим, что она из себя представляет. Костюмчик у нее такой же, как у вот этой вот дамы. Они даже похожи только. Ладно, прически разные. И цвет кожи. Хм. Не, ну так-то она вроде и ничего. Но пусть пока постоит. Пусть пока постоит. Я хочу докачать выносливость вот этим ребятам, чтобы уже эта комната освободилась. И можно будет сюда новую партию жителей засунуть. Чтобы они там потихонечку дальше... А Кристиану, наверное... А, кстати. Да, у нас антирадин закончился. Точнее, он не закончился. Он весь на задании. Ладно, Кристиан пусть пока погуляет. Может быть, здоровье у него чутка восстановится. Я не знаю. Пусть побродит пока. Давайте выполним задание. Это следующее задание из цепочки пасхальной. Шестое солнце. Спасти брата Уилла, похищенного рейдерами. Ну, в целом, не очень большое здание. Я надеюсь, у вас там все порядок? Да, все порядок. Еще пару анти... Отлично. Я всегда радуюсь, наверное, больше... Всего я радуюсь стимуляторам и антирадину лишнему. Жители убежища, вам здесь не место. Уходите, пока вы не навлекли на себя наш гнев. Мы вас предупредили. Ваш гнев ничто перед моим. Давай, мочи. Ну что ж, вы сами этого хотели. Естественно, хотели. Еще бы. Так, а этим ребятам я, по-моему, немного ловкости поднял тоже всем. Чуток. У них было там 1-2, что-то такое, да? На парочку ловкости. Больше стало. Теперь у них. Может быть, чаще стрелять будут, я не знаю. Но, по-моему, точно так же довольно большие перерывы между выстрелами. Ну, будем качать дальше, посмотрим. Посмотрим. У нас как раз сейчас комната. Блин, тоже. Надо вот реально, чтобы докачалась выносливость у тех ребят, которые сейчас прокачиваются. И они будут уже на обороне стоять. Остальных можно будет дальше там развлекать как угодно. Так. Так. Хорошо. Чертеж оружия какой-то. Еще стимулятор. Немного крышек. Лучше стимуляторов и антирадина может быть разве что только ланчбоксы, переноски, да, какое-нибудь легендарное оружие. Ну, и редкое оружие ее. Броня тоже, конечно, хорошо. Но когда вот этот зеленый хлам падает, я ему совсем не рад. Лучше падал бы антирадин до стимулятора. Потому что мы их постоянно используем. Без них никуда. Не, ну, вроде чуть быстрее, да, так стреляют, нет? По-моему, в прошлой серии с кротокрысами мы дольше. Воевали. Как мне кажется, во всяком случае. Так, ничего с них не выпало, к сожалению. Идем. Давай, наверное, стимулятор сразу прими. О, хорошо. Затариваемся. Расходниками полезными. Так, тут лифт тоже есть. И здесь есть. Давайте наверх. Для начала. Так. Таракашки мелкие. Ну, кстати, какие-то немелкие таракашки. Он с гвоздемета пальнул и что-то еле-еле, да? Раньше тараканы проще были. Что с критами делать? Наверное, криты пока тратить не будем на тараканов, тем более. Оставим на потом. Фрагмент... Как он называется? Ой-ой-ой. Так, вернитесь назад. Тараканы не лутанули. Блин. Мы тут три этажа набирали криты, да? И... Наверное, наверное, нет. Оставлю. По идее... Ну, я надеюсь, что... Брата там, какого мы там спасаем, я уже забыла в имя. Его будет кто-то охранять? Серьезный, страшный. Мы на этого серьезного и страшного уже и криты израсходуем. Так. Мне, пожалуйста, можно вот эту даму выбрать? Что-то не выбирается дама. Так. Хорошо. О, дама левелапнуться готова. Так. Сразу и поднимаем уровень. Стоп, восемнадцатый. О, странно. По-моему, он у нас был самого высокого уровня раньше. Хм, интересно. О, вот. Вашей смелости можно позавидовать, но этот брат теперь под нашей защитой. Если вы хотите его прикончить, сперва разбейтесь с нами. Покажите, на что способны жители убежища. Ну, если вы так настаиваете, мы с удовольствием с вами разберемся. Конечно. Конечно. Вы же понимаете, что это просто образное выражение, да? Будешь следить за своими образными выражениями. Так. Эп. Четко. Давайте сразу антирадинчик. Сейчас он как гранату кинет, мы его знаем. Так. Не? Ой. Не будешь гранату кидать? Все. Отлично. Так. Я вот еще что подумал. У нас тот же Кристиан скоро до 50 уровня докачается, и можно будет ему выдать вместо вот такой вот брони какую-нибудь, которая статы повышает. Полезная для пустоши. Вы должны сорвать планы исповедника Альвадару... А, короче, до наступления Псхи. Именно в этот день он собирает взорвать 20-ти мегатонную бомбу шестоя солнца. К счастью, перед тем, как сбежать, я спрятал главную плату ее детонатора. Главную плату? Опс. Мы ее нашли уже. Что? Он ее нашел? Если да, то мы обречены. Все. И финальное задание сейчас, по идее, будет. Которое мы, наверное, выполним уже в следующей серии, потому что... Идти я буду туда долго, пожалуй. У нас еще один этаж есть. Давайте зачистим его, конечно же. Но сам факт, что... Да. Хотя, а вдруг туда недолго будет идти? Вдруг нам хватит колы? Хотя возвращаться мы задание тоже будем. А на возвращение и на путь туда нам точно колы не хватит. Но ничего. Следующим заданием будем стараться как можно быстрее сделать второе временное задание. Как раз там... После выполнения этого задания будет небольшой шанс на пополнение нам колы и крышек. Периодически будут к нам приходить... Мистер Бутылка и Мистер Крышка или что-то такое. Это просто, конечно, трешак такой лютый. Но... Зато будут приносить нам ядер колу. Я вообще вот против реально такой наркомании. Когда у тебя по убежищу ходят бутылка и крышка. Танцуют. Это... Ой-ой-ой. Прям. Ну, что делать? Я чувствую, мы их еще встретим, да? В... В... Телси. Нюка World. К четвертому Fallout, который... Скоро мы, наверное, будем уже начинать. Так, еще стимуляторов. Зеркальце. Тараканчик. Все. Куча стимуляторов. Да, мы, по-моему, в плюс вышли. И по антирадину, и по стимуляторам очень даже неплохо. Вроде бы все. Можем возвращаться. И... Да, я точно хочу пойти в убежище. Две бутылки получили. У того у меня три. Правильно. Еще посмотрим. А, эти две, которые я получил, я их еще не вижу фактически. Так, это хорошо. Да, у меня только одна бутылка. На самом-то деле... Ну, что ж. Стимуляторов, в принципе, хватает. Мы, на самом деле, можем отправить Кристиана дальше. Хотя этот товарищ уже даже получше, чем Кристиан. Он выходит. Да? А-а-а. А-а-а. Ну, вообще, да, кстати. Ну, реально, хочется Кристиана до 50-го быстрее уже докачать. Чтобы он... Кристиан решил спуститься и напомнить мне, что... Тут у нас еще нужно собрать немножко энергии. Так, где ты там делся? Наверное, да, Кристиан. Пошли. Угу, понятно. Никуда мы не пойдем сейчас пока, да? Хочу выполнить это задание сегодня, в этой серии, чтобы ланчбоксик открыть сегодня. Так, пачку этого и пачку этого тебе. Если ему вот реально еще одну выносливость докачать бы, уже бы и не понадобилось стимулятора... Так, кстати, что я? Я полечить его хотел, наверное, для начала. Не стимулятора, не понадобился ему... Антирадин. Так, куда он делся? Кристиан. О, боже мой. Надо же было тебе так далеко забраться. Давай. Ну, может, надо было бы, да? Если вдруг там какая-то случайная встреча будет, и там какие-нибудь гули будут, да? Его тогда радиация бы дамажила. А так в пустоши радиацию он набирать не будет. Давайте мы вот этого товарища сейчас отправим на производство антирадина. Это у нас антирадин, если я не ошибаюсь. Ой, стоп, стоп, стоп. Я хотел улучшить. Да. Чтобы больше антирадинчика производить. Пусть он лучше у нас загорает, да? Когда кто-то приносит его. Вот, но... Но. Так. Окей. Так. Давайте еще разок. Ну. Что и требовалось доказать. Не может нам все время везти. Вот эту подругу реально надо, если брать, то сразу засовывать ее вот в эту комнату. Чтобы она уровней ни в коем случае не повышала. А, я его, да. Я его перебросил сюда еще до того, фактически, как крысы появились, да? Поэтому он уже... Не могу открыть этот, да, пока. Тридцать четыре. Давайте сюда перенесем. Тоже поускоряем хорошенечко. И... Сколько будут возвращаться вот эти трое? Пять часов. Пять часов. Два чертежа. И... Вот, например, вот такую броню, да, выдать. Разведчику, у которого уже будет 50-й уровень. Все равно больше хп он не получит. Ему одежда, как бы, уже это не нужно будет на выносливость. Кстати, поздно. Мне интересно, вот с этими двумя девочками, которые, да, добавили нам по пятерке ловкости... О, провал. Сколько у нас времени занимает производство еды? Только с одним происшествием мы разобрались фактически, все время убегаем от них. Удивительно. Так, сейчас посмотрим. Через четыре секунды узнаем. Было, по-моему, больше минуты. 45 секунд. Четко. Четко. Так. И, кстати, интересно по производству, как 36 пищи производим, 11 потребляем. Это да. Это определенно хорошо на данный момент. Но мы будем дальше их тоже качать обязательно. Хотя, кстати, вот эту подругу можно взять сейчас и отправить ее качать какую-нибудь ловкость, например. Почему нет? Правильно? У-у-у. Смотрите, интересно. Кристиан. Давайте войдем. Заброшенная хижина. Вот так вот случайные встречи случаются. И мне раньше казалось, что они просто нереально редко попадались. А тут прям только отправил и сразу получил. Кто у нас тут? Тараканы, это неинтересно. В таких случайных встречах можно получить как ланчбоксы, так и мистеров-помощников. Что круто, конечно же. Минус один. А там их что, четверо? Ну, в смеси с этим, я имею в виду, было, да? Минус второй. И классно, когда такие встречи случаются, когда у нас полный запас медикаментов. А то, если снизу здесь сидит... Что у нас по заданию? Осмотреть просто, да? Если снизу сидит коготь смерти какой-нибудь, то нам все эти 25 стимуляторов понадобятся. При том, что еще и не факт, что выживет Кристиан после этого. Поэтому, да. Посмотрим. Шкура... По-моему, Яугай, это шкура такая. Но зато, если там коготь смерти, то и награда будет там. Ух. Давай. А, нет. Тараканы опять же. А, кротокрыса. О, елки-палки. Это опять будет... Давай... Я надеюсь... Что ты именно, да, ее большую эту... Кротокрысию мамку. Ой-ой. Вот терпеть не могу, когда хп не видно. Что там происходит? Но вроде бьет ее, да? И нет. Я надеюсь. А может она тут не будет призывать... А, будет призывать, да. А вот она сейчас уже... И призывает. Есть. Хэдшот. Все. Теперь будет не сложно. Но я надеюсь на какой-нибудь сочный костюм или на сочное оружие. В принципе... Было опасно. Было. Как будто бы мы уже закончили. Мы еще полчаса будем добивать этих четверых. Еще пару стимуляторов. Может даже придется потратить. Кристиан у нас в целом-то парень не очень надежный. У него здоровья намного меньше, чем может быть при правильной прокачке. И вот реально не было, по-моему, ни одного такого случайного события, случайной встречи такой, да? До того, как я... Ну, пока не построил, как она называется, комнату смотрителя. Вот. И только как только мы ее построили, сразу начали появляться эти встречи. Может быть, они не такие уже редкие, как мне казалось. Просто я никогда комнату смотрителя не строил. Последний уже остался. По опыту особо, да, незаметно, что что-то поменялось. Придется, наверное, еще один стимулятор съесть, чтобы уже хорошо было. Лишь бы не хлам какой-то легендарный. Вот легендарный хлам, это будет печально вообще. Хочу какую-то вот... Ладно, хотя бы редкий костюм какой-то полезный, да? Или оружие редкое тоже было бы хорошо. Все, давай, добивай. Отлично, держи стимулятор. О! Но это неплохо в целом. Еще чуток крышек. И все, да? Давайте посмотрим. 14-16. Ну, хуже, чем... Просто ржавая винтовка Гаусса, да? Но... Лучше, чем... 90% оружия у нас в убежище. Поэтому все. Прекрасно, я очень рад. Возвращаемся. Еще ребята советуют... Ну, в принципе, совет дельный, конечно. Никто не спорит. Но опасный. Опасный совет. Можно... Бросить все. На какое-то время. И нарожать целую кучу детей. Одновременно. Так, чтобы они сразу все родились. Быстренько зайти в игру. Принять роды. Быстренько выйти из игры. Потом... Снова быстро зайти в игру. Через... Опять же, ровный промежуток времени. Чтобы они уже точно родились. Быстренько... Ну, в смысле, выросли. Вот. Когда они все вырастут. Или даже, по-моему, нам не нужно ждать, пока они вырастут. Нам нужно... Чтобы они родились. После родов сразу у нас увеличивается число жителей, естественно. Вот. И... Поднять количество жителей до... 55. Сколько там нам надо на улучшение этих комнат? 45? 55, по-моему. Что-то около того. Вот. И... Мы тогда сможем крафтить уже... А потом... А потом выгнать всех новорожденных, к примеру. Или выгнать вот этих, да, кто у нас тут без выносливости. Ну, короче. И снова спуститься до 35 жителей. Вот. Чтобы, опять же, не подвергаться пока что нападениям когтей смерти. Но зато... Как только у нас там появится... Во-первых, у нас откроется и гостиная, и... Игровая комната. Мы сможем прокачивать и харизму, и интеллект. Тьфу ты. И харизму, и удачу. Вот. Ну, мастерская тема-то такое. Парикмахерская-то тоже, в принципе, такое. Но самое главное, что, да, у нас будет возможность на 45 жителях... Крафтить редкое оружие. А потом, наверное, на 55. Если я не ошибаюсь. Но тут я точно не знаю. Мне, по-моему, писали, если я не ошибаюсь, до 55 поднять. Вот. И потом мы сможем крафтить легендарное оружие. Хлама у нас очень много. Да, вот тут тоже 55 жителей. Можно будет улучшить эту комнату и 3 отряда отправлять на задание. Но у нас, правда, нету 3 отрядов. Поэтому... Да. И план-то хороший, но опасный на самом деле. Очень опасный. Мы можем просто не успеть. Тут как бы, да, повезет, не повезет. Рейдеров у нас в этой серии вообще не было. Но... О, вспомнил. Называется. Но могли бы быть... Так. Нам нужно... Сюда... Троих отправить срочно. И эту комнату... Дверь. Точнее. Можно было бы и улучшить даже. Давайте пока дадим этим ребятам кирку до дробашек. Чтоб дело быстрее было. О, наконец-то. Ланчбоксик. Привет. Что там следующее у нас? Четыре жителя должны забеременеть. Мы удаляем это задание. У нас беременеть никто не планирует выполнить серию критических ударов. Хорошо. Десять критов ради одной бутылки, конечно, не густо, но... Мы сразу продаем. О, эти ребята сразу вниз пошли. Так. Ну что. Давайте открывать тогда. Хлам. 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 О, ну неплохо. Чё. 13-18 вполне себе не дурно. Мы даже можем, наверное, выдать... Как? Как? Как так вообще получилось? Что у него уровень поднялся? Давайте, наверное... Вот этим троим выдадим самое сильное оружие, да, которое у нас есть. Чё там у нас? Есть ещё улучшенный дробовик. Где там можно по параметрам отсортировать? 9-11, да? 9-11, а убиты у нас... Бита. А, бита у нас вот здесь. 5-15. Бита лучше выходит, да? Наверное. Или... Блин, я даже не знаю, кстати. Наверное, наверное, нет. Наверное, нет. Да хватит бегать. Ну, дайте мне покликать по вам. Киркам. Улучшенный дробовик. И... Этот... Как он называется? Дробовик Харона. Хорошо. Очень даже хорошо. Так, по энергии мы просели. Нужно поускорять маленько. Вау. Просто вау. Да ну, блин. Просто вау. И гвоздемет. Мы уже так... Неплохо на синее оружие начинаем переходить, да? Ну и у нас еще... Да, есть парочка. Стоп. Давайте, наверное, заменим вот это вот барахло. Вон, еще один лазерный пистолет есть. Все, закончились. Так. Это мы все разбираем. Разбираем. Что у нас по вместимости? Блин, 10 вместимости осталось. А, ну да. Давайте мы по костюмам сейчас разберемся. Это нам, в принципе, все не надо. О, военная форма есть. Чудесно. Давайте, кстати... Где у нас ученый? Вот у нас ученый. Ему... А, то женский костюм. Черт. Точно. То женский костюм. Все не там, где надо происходит. Вот это... А, стоп. Нет. Это хороший костюмчик. Не надо тут ничего делать. Ай, блин. Я хотел приблизить камеру. Ну, что происходит вообще? Так. Военную форму тебе. Что еще тут полезного можно взять? Да, в принципе, ничего. Все, короче. Остальное разбираем или... Наверное, даже... Хотя, наверное, будем разбирать, потому что... Хотя нет. Часы мы из этой брони получить не можем. А вот этого хлама у нас, в принципе, уже точно много. Поэтому просто продаем. А вот это не продаем, наверное. Блин, жалко продавать. Это точно нам не надо. И это не надо. Костюм библиотекаря, блин, жалко. А вот этому товарищу мы оденем, как минимум, походный костюм. Так. А здесь военную форму. Таким образом сделаем. Сен-Люис. Так, 38 не будем ускорять. 28 будем. 29, наверное, тоже будем. Провал. Провал. Ну, с мистером-помощником они пожар, да, потушат втроем быстро. 14 происшествий, да? Мы, опять же, можем... Элементарно с происшествиями разобраться, построив какую-нибудь мелкую комнату. Что у нас тут самая дешевая? Столовая, да? Построим... Вот здесь столовую, да? И еще одну какую-нибудь станцию обработки воды вот здесь. Отправим этого товарища сюда. Ищем ее... Кстати, надо было, наверное, не столовую, да, а генераторную строить. Строить. Ну, да ладно. Тут все равно копейки ресурсов. Мы не ради ресурсов это делаем. Оп. Кто-то пропустил... Таинственного незнакомца. Ну что, Сиан? Пришло твое время... Отрабатывать тараканов. Четвертое происшествие. Да, мало свободного места. Будут сейчас постоянно выскакивать эта надпись. Но я пока не готов еще... Совсем не готов еще строить еще один склад, потому что это трата энергии постоянная, а у нас энергия проседает все же. Пожар, кстати, долго тушит. Но я не хочу никого к нему еще отправлять, потому что это будет сейчас потеря настроения довольно большая. Зато с тараканами быстро... О, да. Снова пожар. Сколько тебе, кстати, еще тренироваться? 14 часов это уже тоже до последней единички ловкости. Провал. И снова пожар. Да что такое? Давай тараканов нам. Пожар что-то... Не очень, не нравится. Негодует друг, конечно. Заставляем его гореть. Просто гореть заставляем. Семь, еще семь. Потерпи немного. Льюис. О, сработало. Фантастика. Вот, тараканы это хорошо. Они даже выползти толком не успевают. Или он даже один там всего-то появляется. И снова пожар. Конечно. Конечно. Какая-то тараканья непруха. Просто. Но это лучше, наверное, все же, чем кротокрысы, которые бы у нас постоянно... Хотя кротокрысы, наверное, бы даже убивались бы... Ну, может, чуть медленнее, чем тараканы, да? Но все равно быстрее, чем пожары. На самом-то деле, может быть. Да? Надо будет попробовать сейчас. Разнообразим его приключения. Удалив вот эту комнату. Да, да. По идее появился шанс появления кротокрысов. Да, сразу. Оп, и кротокрысы. Ну-ка. Бах-бах-бах. Да. Это интереснее, чем пожар. Мне больше нравится. не отпускают нас пожары никак. Не отпускают нас пожары никак. фантастика. Фантастика. Последний твой пожар. На несколько дней так точно, я думаю. А то и даже больше. М-м-м. Он-то сейчас будет тренироваться. Пожары тут тушить он точно не будет. Поэтому, как только немного подкачается, мы его просто банально отправим на разведку в пустошь. Там будет весело ему. Так. Так. Тут пока пусто. И давайте посмотрим, что за следующее задание у нас. На ланчбокс улучшить любой параметр спешл у 14 жителей. Так. Это сделать довольно легко. И за минут 25-30, наверное, можно сделать. Единственная проблема в том, что погибнет вся наша экономика, скажем так. Поэтому, наверное, может не спешить. Зато ланчбокс получим, блин. 14 жителей, да? Мы сюда можем 12 добавить. 13-14. Вот вам 14 жителей. Ну, этих 2. Минусуем, наверное. Можем на воспри... У этих и так восприятие, да? Оп. Тихо-тихо-тихо. Так-так. А, я дверь хотел улучшить. Я все время забываю. И, наверное, в этот раз тоже забуду, пока будем лут собирать с этих рейдеров. И добивать их. Чертеж. Ну, пушка-то хламовая. Зачем она нам надо? А, это нам придется им уровни еще всем поднять. Точно, я об этом как-то не подумал. Правильно? Ну, плюс 5. Надо подумать. Надо подумать. В принципе, эту подругу мы можем отправить... Мы ее банально можем отправить куда-нибудь в Инту прокачать, да? Инты у всех мало. Инта быстро прокачается. Давайте подумаем сейчас. У кого Инты еще меньше? У этого на четверку Инта будет качаться все-таки уже несколько часов. Ну, может быть, часа полтора там где-то около того. На тройку давайте глянем сейчас. Почему-то я не вижу времени. О, все. Один час. Короче, нам нужно все-таки качать те параметры, которые на единичку. Они за полчаса прокачаются. Нет, я, конечно, могу построить еще одну вот такую замечательную комнату. Но я не уверен в этом. И хочется, конечно. Но я рили не уверен. Вот, кстати, ему можно вот perception поднять, да? Давайте посмотрим. Вот этим можно тоже поднять там что-нибудь по-быстренькому. Час? Подожди. Час двадцать? Серьезно? Нет, правильно воспри... Точнее, ловкость здесь ловкость поднимается, но все равно как бы, да? Или... Стоп, здесь сила поднимается. Ловкость здесь. Я все путаю, точно. Все путаю. Вот, двадцать пять минут. Это совсем другое дело. Это меня устраивает. И вот... Таких можно прокачать, я думаю, достаточно много. Параметров. Да, perception, endurance. Угу. Я думаю, набралось бы нужное количество. Где-то мы опять этого таинственного незнакомца пропустили. Вопрос тут только в том, стоит ли... гнаться сейчас за этим. Или, может, лучше подождать. Со временем мы задание это выполним. Но, с другой стороны, чем быстрее мы его выполним... Вот это выполним, да? Тем быстрее... Мы сможем приступить к другим заданиям. Пять часов еще идти будет, кошмар. Ну, на ночь можно будет их или отправить на следующее... Да, наверное, отправлю их на следующее задание как раз. Хм. Наверное, все-таки... Давайте мы это сделаем. Я хочу построить еще одну... Ну, деньги как бы есть, да? Поэтому мы можем, наверное, позволить. Нам нужен зал фитнеса еще один. Вот сюда пока его поставим. Так. Зал фитнеса. Этих... Тебя, точнее, конкретно на силу. Блин, да ну... Ох! Дернулась камера, я поднял уровень без... Пяти выносливости, которая... Могла повысить здоровье чутка. Тут и так... Попасть иногда тяжело. Еще и камера дергается в самый неподходящий момент. Короче. На тебе костюм. И тебя мы на прокачку интеллекта отправляем к этой подруге. А, стоп, да. Он обратно сейчас уйдет все равно. Этот дружок у нас что-то самый слабенький. Давайте моему стимулятор скормим. Собрать. Ну... Я думаю, да. Мы, наверное, даже сейчас... Да, не надо было строить... Вот эту штуку, наверное. Точно. Точно. Погорячился я, поспешил. Не продумал план боевых действий. Досконально. Во-первых, вот этих ребят мы можем отправить на тренировку чего-либо. Так. Первым делом. Та же ловкость. Им все пригодится. Да. Ловкость, ловкость, ловкость. Так. Вот этих товарищей мы возвращаем сюда. Они будут у нас сидеть здесь на обороне. Так. Дальше. Тебе... А, да. Я тебя на инту отправлял. Да, ты вернулся обратно, потому что... Потому что все как всегда. Тут, может быть, имело бы смысл комнату на инту построить еще. Так. Тебя ведем сюда. Обязательно. Дайте же передохнуть немного, ну. Где-то там. Поднимаем тебе уровень. Так. Пожертвуем их уровнями ради ланчбокса. Так. Тут только у нас инта, да, у него. Поэтому комнату с интой... А где у нас, кстати? А, классная точно. Листаю, листаю и никак не попаду. Эту подругу я, наверное, выгоню на время. На 25 минут сюда. Так. Где-то там. У-у-у. Так. Плюс 5. И тебя на инту. Спускаем. Тебя тоже на инту. Ого, мы уже просели, да, по энергии? Уже просели. Тебя тоже, наверное, на инту сейчас. Так. Тридцать восемь. Надо быстрее распределять им эти и выходить из игры. Вот этого, кстати, товарища. Можно тоже он... Чтоб места пока не занимал. Пусть идет, работает вот сюда, к примеру. Шесть. Ну, ладно, пусть работает. Блин, пожар еще один не в тему совсем. С еды можно пару человек забрать, я думаю. Да, да, и отсюда тоже можно забрать народ. У нас сколько? Четверо. Давайте сейчас проверим. Да, четверо. Плюс... Пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Она, по-моему, тоже, да, у нас? Да. Десять человек есть. Нам нужно... Еще разок четырнадцать. Да, еще четверых. На выносливость. Да, я сразу уже уничтожаю, потому что я вижу, что... Это я зря сделал. У нас... Есть свободные комнаты, и есть не только выносливость, которую можно прокачать. Кстати, на силу можно тебя отправить, да? Нет, лучше на выносливость. Это будет в любом случае полезней. Так, сила... Инта... О, выносливость. Так. Здесь кто-нибудь? Ко? Вот. Этих двоих можно и... Забрать, я думаю, без проблем. Так. Четыре. Им придется уровни поднять, опять же. Возвращаем только сразу одежду им, да? Ту, в которой они были, потому что я потом... Не разберусь, кто что и зачем вообще тут. Так. 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 Ну, вроде бы все, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать... Тринадцать... Даже пятнадцать у нас уже человек. Можем кого-нибудь забрать. Но не будем. Пусть уже раз назначили их, пусть работают. Так. Но по энергии мы проседаем. У нас отключаются нижние вот эти комнаты. Скорее всего, отключатся когда-нибудь. Когда-нибудь они обязательно отключатся. Можно будет ускорить сейчас через 30 секунд вот эту комнатку. Здесь двенадцать секунд. Хорошо, мы... Выстоим. Так, где-то... Где-то я его не найду сейчас, наверное. Я слышал звук, но не понял откуда. Вот, кстати. Есть. Так, раз. Через восемь секунд. Ну все, мы даже... Из игры выходить, наверное, не придется. Можно будет просто посидеть. Чутко. И... Вернусь, как только выполню это задание. Пособираю пока крышечки. Пока поускоряю там комнаты. Всякой ерундой позанимаюсь, в общем. Так, буквально через одну минуту докачаются уже вроде как последние товарищи. И мы... Можем возвращать... Во всяком случае, пытаться возвратить всех на свои места. Так. Эти двое пусть пока все же здесь будут работать, да? А то по энергии я все-таки просил маленько. Ты у нас кто? Чем занят был? Ты кто вообще такой? Ты откуда, друг? Чем ты занимался всю жизнь? Че-то непонятно. Че-то непонятно, чем он занимался. Куда бы его отправить? Какой-то... Появился неожиданно бесполезный товарищ. Седьмого уровня. Который уже инту прокачал, походу, да. О, отлично. Вот это я понимаю. Доставка прям на дом. Хм. О, 25 секунд. По энергии скоро. Да. Ланчбоксик. Получили. Так. Эти двое идут сюда. Да, ну блин. Еще и кротокрысы как раз. То, чего мне совсем не нужно было. Ибо и так пробовали, а мы... Ладно, пока кротокрысы бушуют, давайте ланчбокс откроем. Хлам. 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 Вау. Так много хлама. Что просто даже неожиданно. Я даже не знаю, куда этого друга приткнуть теперь. Он мне кажется совсем бесполезным. И никчемным. Вот эту всю банду отправляем вниз сюда. Так. На сколько? 13 часов, если я не ошибаюсь, да? Там у всех практически, кроме одного. Один будет еще обучаться чуть дольше. Чем все остальные. На водокачке уже света нет. Да ну что такое? Давай. Этих возвращаем сюда. Так, эти двое тоже здесь. Тут вроде бы порядок. Тут тоже шестеро есть. Здесь тоже порядок. Что там ускорить? Давайте попробуем. Вот блин. Раз, два, три. Три человека у нас осталось какие-то лишние, по-моему. А, одна у нас ловкость качает по-прежнему, да? Все хорошо. Ты же тут ловкость качаешь, правильно? 13 часов будет, да? Хорошо. А, вот эти двое. Чем они были заняты все это время? Без костюмов, без ничего, ребята. Чет я и забыл. Ладно, я не знаю. Отправим их сюда. Какие-то бесполезные личности появились у нас. А, кстати, мы можем ведь, да, запросто какого-нибудь вот того вот парня бесполезного заменить на вот эту полезную подругу. Она, да, намного интереснее выглядит. На два уровня всего выше. Вот. Сейчас посмотрим еще на вот эту вот подругу, что она из себя представляет. Девятый уровень, да. Вот ее мы и заменим. Пока. Так. А ты привет. Топай пока сюда. Где там у нас таинственный незнакомец был? Отлично. Сейчас главное по... Энергии выехать как-то в плюс. И будет хорошо. Ну вот эти освободятся, да, через какое-то время и все. С энергией у нас уже проблем не будет, в принципе, через 12 с половиной часов. Эти пока пусть тут работают. О, первый час прошел. У нашего исследователя. Сделать так, чтобы в жилых комнатах станцевало 12 пар. Там можно, конечно. Ну, морока такая. Вроде 300 крышек. Когда они начинают танцевать, да, через какое-то время они забеременеют. Просто дождаться, пока пара затанцует. И потом убрать, например, девушку, да. И просто другую на танцы отправить. Или по парам сразу. Ну, короче, там можно будет придумать. Это не так сложно, хотя и немного запарно. Нудно, я бы даже так сказал. Нудное задание. А мы, кстати, вот эту комнату можем ускорить через 25 секунд. Чтобы выйти из энергетического кризиса. Так. Вот эти двое, наверное, да, у нас работали вот здесь. Я их заменил на вот этих. На прокачанных. С десяткой ловкости. Двух друзей. Это, наверное, как раз те, которых я отсюда снял. Бесполезные, никчемные. Ничтожество. Я, наверное, сюда отправляю этого пока. Сколько, кстати, у тебя тут осталось? Пять минут долгом. Давай. Поработай чуток на родину. Сделаем еще сколько? Два лазерных пистолета и, наверное, все. Снесем просто. Или даже вот этот докрафтится, и я снесу в эту комнату. Просто, чтобы энергия лишняя не расходовалась, потому что... Крафтить сейчас уже нечего, по большому счету. У всех практически. Ну, не у всех, но у многих у нас уже есть лазерные пистолеты. Плюс новое оружие у нас появляется, да? Плюс мы вот вообще выбили мега-легендарку. Разберем ее. Отлично. О, я, кстати, что-то не подумал, что надо было бы сюда кого-то отправить еще. Я забыл, что только что убирал. Отсюда, ребят. Ну, тут, я думаю, справятся наши бойцы. Урона должно, в принципе, у них хватить, чтобы... Зарубить кирками. Давай, последний остался. Не дайте ему уйти, или он уходит. Нет, еще не уходит. Мочите, гада. Замочили. Нормально. Че? Они могут втроем охранять родину. Какое-то время. Блин, провал. Ну, как так-то, елки-палки. На тебе лазерный пистолет. Весьма нехило так просели по энергии сейчас. Пять минут здесь, да? Сколько? Минута здесь. Ну, восстановимся. Я думаю, без особых проблем мы восстановимся. Три минуты. Давайте ускорим еще эту комнату. Во. Да. Ну, сейчас мы опять же, пока новая партия произведется, то... Мы снова просядем по энергии. Но, нет, не страшно. Это не проблема. Вот эту вот комнату расширили, да? И вот тут вот что-то мы тоже расширили. Вот эту, по-моему, на единицу. То есть мы энергии потребляем теперь больше. И так как тут работают, тренируются по одному человеку, это даже... Хотя, кстати, нам... Вот реально не нужно это сейчас. Все эти комнаты большими такими, правильно? Мы можем просто банально... Их снести. Деньги у нас есть, у нас нет энергии. Правильно? Поэтому сносим. Поэтому сносим. Строим. Снова. Что там у нас? Классную комнату. Вот сюда. Одинарную. И... Спортзал. Одинарный сюда. Так. Так. Это комната по тренировке силы. Она нам тоже, в принципе, не нужна такая большая. Мы сейчас все равно никого особо не тренируем. Этих я бы хотел бы, конечно, потренировать. Но их можно будет и там по два человека тренировать какое-то время. Да, тем более, 13 часов я все равно не буду их тренировать еще. Никак. Поэтому это, по большому счету, и не нужно. Так. Тут ускорять не будем пока что. Значит, удаляем вот эту. Пока эти комнаты не улучшались, их уничтожить и построить это копейки стоит. Поэтому вернем вот так. И... Что там у нас по производству сейчас выходит? 41 производство, 27 потреблений. Ну, 41 производство это... Пока вот эти ребята здесь сидят. Долго они будут здесь сидеть, я даже не знаю. Вот этого я хотел отправить дальше, качать... Агилку. Сюда. Как раз комната занята теперь. Хоть как... Хоть, да, вырабатывает... Отрабатывает потребление энергии полностью. В отличие от вот этих всех комнат, которые... Пока что нам и не нужны, казалось бы. Ну, я тебя перенес сюда. Ну, давай. Так что вот как-то так. Хорошо. На этом, я думаю, серию можно заканчивать. Мы открыли два ланчбокса. Один был неплохим. В нем у нас что было? Этот. Я тебе его дал. Да, вот этот вот дробовик Харона, если я не ошибаюсь, был в первом ланчбоксе. Второй был бесполезный, конечно. Но так всегда. Вот. И... Прогресс у нас идет потихонечку. Эти ребята возвращаются. В следующей серии сделаем, по идее, последнее задание. Из... Цепочки. Получим собаку. Собаку получим. И как раз, когда получим собаку, наверное, отправим вот этого товарища с собакой уже, да? Дадим ему, наверное, самое хорошее оружие, которое у нас будет из... Ну, всех наших ребят. Вот. И будет у нас разведчик получше, чем Кристиан. Получше. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.